Когда в электрической сети увеличиваешь сопротивление любого элемента, то от этого общее сопротивление либо не изменится, либо увеличится. Так, не измениться может, потому что если у вас есть какая-то такая штучка, где потенциалы равны, и вы между ними увеличиваете сопротивление, то на самом деле ничего не изменится, потому что точки с равным потенциалом можно соединять, проводом можно будет соединять, не влияет. Так что может не измениться, но от увеличения сопротивления любого элемента не может сопротивление уменьшиться. Оказывается, для того, чтобы доказать эту вещь, нужно знать формулу из физики. То есть, когда у вас заряд электрический преодолевает некоторую разность потенциалов, то работа, которая производится, это есть произведение заряда на разность потенциалов. С точки зрения математика, это вот что называется, полезно умножать заряд на разность потенциалов. С точки зрения физики, это такая величина. У нас ток, поэтому нас на самом деле интересует не заряд, а что происходит в единицу гребень, сила тока. То есть, проще говоря, нам, безусловно, полезно на каждом кусочке сделать такую вещь, умножить силу тока, вот она здесь выписана, силу тока, умножить на разность потенциалов. Сила тока, умноженная на разность потенциалов, на физе минус физе, смотрите, что это такое. Это просто-напросто квадрат разности, деленный на сопротивление. Ну, повторяю, что если сопротивление бесконечное, то такого слога его просто не будет, поэтому, чтобы совсем уж тематически точно, то лучше так писать. Проводимость, которая всегда есть, она может быть выравняться, и она всегда неотрицательная, умножить на разность потенциалов на квадрате. И мы можем, когда нам дали любую электрическую сеть, даже когда мы еще не знаем потенциалов, сделать такую очень простую штуку. Значит, вот у нас здесь единица, вот у нас здесь ноль. Написать в каждую вершину какие-то буквы, для каждого ребра рассмотреть квадрат разности, деленный на сопротивление, или то же самое квадрат разности, умноженный на проводимость, и все это сложить. И у нас получится любимое любым школьникам квадратичный на проводимость. Сколько у нее переменных? Столько, сколько вершин с неизвестным потенциалом. Это действительно функция второй степени. Смотрите, как она устроена? Мощность, которая выделяется на данном проводе. Произведение силы тока на разности потенциалов. Как видите, она считается очень простой. И мы просто суммируем эту штуку по всем проводам. Давайте сейчас, во-первых, докажем, что для какого-то набора чисел у этой самой штуки будет мимо. Но здесь опять проще всего сослаться на теорему из анализа. Есть такая мощная теорема того же самого Ежстрасса, которая гласит, что у любой непрерывной функции, которая определена на ограниченном замоке множеств, есть точка минимума. Почему у нас множество в данном случае ограничено? Это очень просто. Эти потенциалы, они не бывают большими делиться, как мы с вами помним. Так помните? Максимум только на границе, да? И они не бывают меньшего граница. Каждая из этих чисел от нуля до единицы. Почему функция непрерывная? Ну, любой человек, кто знает определенные непрерывные функции, скажет. А кто не знает, тому и бесполезно. Узнаете определенные непрерывные функции, тогда и будете понимать. Есть теорема о том, что квадратичная функция непрерывная. Это совсем-совсем просто. При маленьких изменениях переменной квадрат, конечно, меняется мало. Значит, непрерывная функция. У нее много переменных. Но каждый из них меняется от нуля до единицы. Значит, есть точка, в которой функция принимает наименьшее значение. А вот теперь замечательная вещь. Оказывается, та точка, в которой функция принимает наименьшее значение, это в точности распределение потенциалов, о котором мы сегодня везде не говорим. То, которое соответствует реально текущему электрическому току. Почему? А, очень просто. Вот, посмотрите, пожалуйста. Берем опять ту же самую вершину G. Ведь когда мы смотрим на минимум, то по каждой переменной нужно подобрать, чтобы был минимум. В какие слагаемые входит потенциал точки G? Давайте быстренько напишем. Значит, надо взять проводимость ребра CG, умножить на разность потенциалов фи-центе, фи-жете в квадрате. Дальше, надо взять проводимость ребра GG, умножить на разность потенциалов, то же самое, да, в квадрате. И, наконец, там еще есть точка F. Значит, точка FG, значит, надо взять, умножить на то же самое, разность потенциалов. Ребята, и вот такая квадратичная функция должна принимать наименьшее значение. Понятно? А вы это знаете. Когда у вас есть квадратичная функция, то вы знаете, что можно раскрыть скобки. Раскрыть скобки, это очень просто. Это будет фи-же в квадрате умножить на что? На сумму этих самых проводимости. Минус 2 фи-же умножить на то, что здесь получится. Проводимость умножаем на фи-с, проводимость другого ребра умножаем на фи-жи-д и проводимость другого ребра умножаем на его потенциал. И, наконец, проводимость ребра FG умножаем на потенциал в точке F. Ну и, наконец, будет еще свободный член, на самом деле он мне сейчас совершенно не важен, я его так уж просто ради того, чтобы вы понимали, что я все по-честному скрываю, но вообще совершенно неинтересно, ниже фи, фицетое в квадрате, фи, житое в квадрате, и здесь, значит, будет фи фт в квадрате. Ребята, это просто многочлен второй степени, многочлен второй степени принимает свое минимальное значение, вы знаете, да, ах квадрат плюс бх плюс с, принимает значение в такой замечательной точке, минус б делить на 2а, помните? Замечательно. Что такое минус б? Минус б, это вот этот коэффициент. Что такое 2а? Это удвольный вот этот коэффициент. Ну, удвольный как раз сократится, минус как раз исчезнет. Ребята, эти выражения я даже переписывать не буду, потому что на сегодня у нас уже будет. Это то самое, которое должно быть, чтобы был выполнен в этой точке закон Киргофа. Значит, если мы нашли минимум, а потеря Миштарсон есть, то для таких потенциалов у нас действительно в каждой точке верен закон Киргофа. Ну и значит, все замечательно. Хорошо. Хорошо. Ну вот поняли? Кстати, когда будете учить физику настоящую, вы удивитесь, какое фантастическое огромное количество задач в физике являются задачами на максимум или минимум математики. Удивительным образом окажется, что природа часто решает задачи на экстреме. Иногда даже вот объяснить невозможно, но вот так. Вот физики говорят, и там выписываются некоторые выражения. Например, я так и не понял, почему, ну, всю жизнь, но у физиков есть такая замечательная вещь. Называется действие. Это не сумма генетической потенциальной энергии, а почему-то разности. И оказывается, что если взять по траектории это самое действие посмотреть, то надо его почему-то повстать в экстреме. И оказывается, что так огромное количество задач в механике решается. Вот. Ну это просто о том, что, это не случайная вещь. Получается, что токи распределяются так, чтобы как можно меньше тепла выделялось на проводах. Ведь что такое вот эта вот штука, произведение силы тока на разности потенциала? Это, собственно говоря, работа, которая производит ток. Это вообще тепло, которое выделяется на этой проводе. Оказывается, что ток идет так, чтобы поменьше тепла выделялось. Удивительно. Так, ну что, это я доказал. А теперь, простите, а у проводов, почему не уменьшается сопротивление? И вообще, кстати, в этих терминах, а что такое сопротивление всей цепи? Для того, чтобы понять, что такое сопротивление всей цепи, нужно понять такую идею. А что такое сила тока, которая идет по цепи? Да, очень просто. Надо взять все токи, которые выходят из вершинства потенциала в нём. Или то же самое. Все токи, которые входят в вершинство потенциала в нём, и просто нём один. Это и есть сила тока, которая течет через всю цепь. Идея понятна? Почему это металло и тушь? На самом деле, очень понятно почему. Когда вы берете все токи, выходящие отсюда, почему это будет равно всем токам, выходящим сюда? Потому что, если взять все токи, выходящие отсюда, и прибавить записанный в каждой точке закон Киркоффа, помните, да? Про то, что входящие и равно выходящие, то вы вдруг обнаружите, что прекрасным образом все эти токи, что называется, сюда берутся, уничтожатся, а останутся только те, которые входят сюда. Идея понятна? То есть, из-за того, что у нас нигде заряд не накапливается, то то, что вытекло отсюда, обязано... А математическое доказательство, повторяю такое, в каждой вершине пишем закон Киркофф, и всё это складываем, и тогда действительно получается, что они равны. Так, хорошо, значит, что такое ток, текущий через цепь, понятно. Ой, да, а что такое потенциал? Ну, помню. Потенциал — это просто, что единица. А если мы определили, что такое ток, если мы помним, что такое потенциал, то в таком случае естественная вещь, что такое сопротивление всей цепи. Что такое сопротивление всей цепи? Вспоминайте, как что-то случилось. Набряжение делить на разность. Разность потенциалов мы знаем, между нулём и единицей — это не единица. Ток — это то, что выходит из нуля. Ток — это то, что выходит из нуля. Это мы тоже понимаем. Когда мы пишем закон, ну, вот такого типа, значит, ток мы понимаем. Здесь у нас единица. Это значит, что такое сопротивление? Непонятно? Понятно? Ну, проводимость — это просто напросто ток. Мы сегодня про это уже говорили. Когда разность потенциалов — единица, то единица делить на r — это просто напросто ток. Отлично. Ну и что? Что называется? Когда мы болтаем, 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 болтаем. Ну и что? Почему? Почему же, когда мы увеличиваем какое-то из сопротивлений, почему от этого общее сопротивление не может уменьшиться? Ребята, вы посмотрите, пожалуйста, на нашу функцию. Вы помните, что наша функция состоит из таких слагаемых. Увеличить сопротивление — значит, уменьшить проводимость. Что произойдет, когда мы уменьшим проводимость? Смотрите. Что произойдет? Представьте себе. Мы уменьшим проводимость между точками G и G. Тогда вот эта величина уменьшится. И значит, что сделает вся эта функция? Уменьшится. Вообще-то, да? Уменьшится. Ну, если они равны, то не изменится. А вообще, стоит меньше или равна. Если у вас есть функция, и вы одно или несколько слагаемых сделали меньше, то от этого функция стала меньше или равна. А значит, что стало с минимумом этой функции? Остался прежним или уменьшился? Правильно? Потому что вот у вас была какая-то штука, а другая функция проходит как-то вот так. Не выше, скажем так. Если минимум был вот здесь, ну хорошо, значит, не изменилось. Если минимум здесь, значит, уменьшился. Таким образом, у вот нашей суммы, когда мы брали по каждому ребру, смотрели произведение силы тока на разность потенциалов и складывали, у этой функции минимум не мог увеличиться. Замечательно. И вот осталось доказать одно тождество, и тогда на этом все будет сделано. Оказывается, если взять силу тока, которая течет по всей цепи, и умножить ее на разность потенциалов, разность потенциалов, то это будет в точности сумма вот этих вот этих вот слагаемых. Повторяю, это абсолютно нетривиальное математическое утверждение. Если вы всевозможные такие слагаемые по всем-всем ребрам складываете, то оказывается, когда вы все это сложите, это будет то же самое, что сила тока, помните, что это сила тока? Это сумма токов, выходящих из вершинства, да, смотрим, потенциалов. Это будет то же самое, что сила тока, умноженная на разность потенциалов. Замечательно единиц. Вопрос. Как это доказать? Ответ. Как ни странно, Для этого надо внимательно посмотреть на это выражение. Ну, не это, а, в смысле, на каждое такое выражение. И расписать его некоторым сначала он покажется странным, а потом поймете, что он упоминает некоторым образом. у нас есть это самое проводимость. Я даже не буду внизу писать индекс, просто проводить мне угодно-дешево, ладошку. Проводимость между ребрами С и Ж. Хорошо. У нас есть разность потенциалов. Ребята, осталось правда еще чуть-чуть. У нас есть разность потенциалов. Так вот, оказывается, что верно следующее равенство. Если вы возьмете ту же самую проводимость, умножите на разность потенциалов и умножите на потенциал и вычтите из этого ту же самую проводимость, умножить на ту же самую разность потенциалов, умноженную на Фи Цэн. Я доволен, довезопасен. Потому что я салов не примечу, ребята. Понимаете, я сумел это рассказать вам в качестве сложной вещи до Виктории Малого Бехмана. Посмотрите, какая формула. Она верна или не верна? Верна. Она, конечно, верна, потому что я бы написал квадрат как произведение разности на разность. Одну разность не стал трогать, а другую написал как разность. А вот теперь надо подумать это просуммируем по всем ребрам. Всем, 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 какие вообще есть токотинки. Ну, они не ЦЖ, это по всем ребрам. Здесь будет сумма по всем, всем, всем ребрам минус сумма по всем, всем, всем ребрам. Согласны? Вы посмотрите, чем интересно на самом деле вот эта штука при фиксированной вершине Ж. Вы помните, что это такое или нет? Закон это ноль вообще-то. Это ноль, ребята. Так, хорошо. А вот такая штука при фиксированной вершине С. это что такое? Это тоже ноль. И значит, я сумел доказать, что сумма неотрицательных чисел, какие-то, из которых ты положишь, равна нулю. Стоп, ребята. складываешь неотрицательные числа и получаешь сумму ноль. Что значит? Значит, все нули, значит, все потенциалы равны, значит, 3000 токов не бывает. Тушите сверху. Его нет, его не существует. Либо мы найдем ошибку, либо сейчас электростанции всей страны прекратят работать. от слова многое зависит. Один дурак сказал, все электростанции сломались. Я доказал. Это закон Теркова. А как это еще сказать? Закон Теркова. А как это сказать? Это уже закон Теркова. Вот этот вот, это в одной точке, это в точке Ж, вот этот вот в другой точке, в точке Ц. Ну без разницы, закон Теркова и где верен. А сумма, сумма нуля и ноль. Получается, что на любой электрической цепи выделяется 0. Ноль. Квадрат, я же предупреждал, что будет алкоголь. Квадрат, я списал. Есть какие-то претензии? Ну, ноль является источником, а единица в их... Закон Теркова везде верен. Закон Теркова верен, ребята, во всех вот этих точках. он абсолютно не верен здесь, и он здесь не верен. Потому что из нуля вот выходят, и единицу точки выходят. Значит, если точка Ж не является ни начальни, ни конечной, то здесь действительно будет ноль. Если здесь вот точка С не является ни начальни, ни конечной, то когда суммируете, здесь правда будет ноль. А вот точки с потенциалом ноль и точки с потенциалом один надо обсудить отдельно. Точки с потенциалом ноль лучше не обсуждать. Потому что когда что лучше умножаешь на ноль, получится что? Ноль. а вот точки с потенциалом один обсудить стоит. Посмотрите, пожалуйста, когда вы посмотрите на точку с потенциалом один, то вы обнаруживаете, что здесь стоит просто единица, а здесь стоит та самая сила тока, которая входит в цена. Согласны? Все. Я же обещал, сила тока умноженная на разность потенциала, то есть умноженная на единицу, должна равняться сумме всех-всех-всех. Когда не равняется? Благодаря, если учесть, что законник верен во всех точках, кроме граничных.